итак приветствую всех сегодня хочу представить вашему вниманию поединок между представителем клана вульф хаосплантом недавним победителем гладов по total war warhammer и противостоит ему игрок представитель клана в м морт я к сожалению не знаю этого игрока конечно это ни о чем не говорит вот ну как бы пояснить о нем что-либо я не могу впервые его встречаю на турнирах за империю играет хаосплант за вампиров играет морт и давайте пробежимся коротко по составам это копейщики в количестве пяти первый ряд кроме этого два тяжелых мечника берет хаосплант пистольеров и двух арбалетчиков это стрелки вторая линия армии империи фланги представлены рицари на демигрифах количестве 3 по одному на флангах и один натянут последней линии центра кроме этого на летающем монстре у нас имперский полководец расположился это товарищ с такими стандартными для империи или вообще для вахи обилками помощи в ближнем бою вот кроме этого магическая составляющая представлена летающим светлым магом и налетчики с таким достаточно хорошим уроном от выстрелов с высокой дальностью бронебойные выстрелы хотя вот не знаем но это по моему еще только начало турнира было поэтому что за кого брать как бы здесь наверное для многих игроков еще было под вопросом и так за вампиров морд притащил у нас мага это вампирша если я не ошибаюсь давайте посмотрим на летающим у нас тут кони летающим кони диана нет это фон карштайн у нас на ком он здесь ну не показывает просто показывает маг но это не дракон я так понимаю это какой-то там скакун ну типа не хаоса типа того и тогда генерал у нас оттянут вот так вот далеко очень влево ну понятно будет кастовать кроме этого магическая составляющая у нас кем еще представлена за вампиров по-моему был еще один магический персонаж сожалению пока не могу разглядеть и так передняя линия это нет вот да еще один это вампир вот она вампирша скорее всего то есть надеется своими двумя магами я так понимаю выиграть дуэль уже оставшую традиционной магическую дуэль между магами и генералом главная цель здесь конечно как сами маги так и генерал вражеский существует поверье что убьешь генерала народное поверье в вархаммере то будет тебе удача и счастье в бою итак три курганных духа астральные товарищи 3 ужаса и склепа причем один наш три лычки вкачан центральный посмотрите второй в две лычки вкачан упери из клепа с ядовитыми атаками с низким показателем брони вот но как бы что у них оружие сил оружие 38 атака 27 не знаю четыре проклятых нетопыря и так это вся армия вампиров но я думаю ставка делается все таки не совсем оправданная вампирами на вот этих вот курганных духов они как могут сыграть так могут и не сыграть ну и разумеется хаосплант игрок вообще очень опытный очень известный в тотал варе и он выцеливает естественно ужасов из склепа то есть это основная задача империи завалить вот этих трех товарищей третьих отряда и на этом все закончится ну для ближнего боя по крайней мере закончится и так похищение души кидают на генерала хаоспланта и прям ломятся в атаку посмотрите как не стесняясь бегут нетопырями наверное непонятно вот подлетели да ну вот интересно курганные духи сошлись вот они с копейщиками да и очень здорово их просаживает посмотрите как замечательно просто тут же сейчас еще упырье у этих вот они упыри из склепа подбегают и очень сильно помогают вынужден своих тяжелых мечников бросать в бой но опять таки вот тотал варовская составляющая то что мне нравится посмотрите как заходят демигрифы сейчас они начнут здесь вот по тылам отрабатывать и так ужасы и склепа здесь совершенно неожиданно так под тяжелыми мечниками сыпятся скорее всего что-то было кастанута на них кроме этого кастуются у нас здесь что да на рыцарь демигрифа судьба бьюны но это вполне ожидаемо разумеется так и нужно очень здорово то ли это до похищение души посмотрите как классно просадила лаженского генерала огненный взгляд шема у нас попадает по генералу мото и почти упал он о посмотрите как здорово его просаживает и еще один вы все думаю сейчас сдохнет точно практически умирает 38 всего лишь осталось вот два огненных шема пожалуйста маг уже все и он уже посмотрите на распад сейчас все умирает падает бедолага как прям орел подрезанный пытается своими нетопырями проклятыми что-то придумать морд здесь и очень здорово у него это удается и так еще одно похищение души на генерала хаус планта и срабатывает она и срабатывать неплохо тут же подлетает вампирша и начинают они отрабатывать ближнем бою по летающему монстру очень здорово сыграли курганные духи у морда просто замечательно но живы демигрифы посмотрите целый отряд демигрифы с алибардами и сейчас они будут здесь очень сильно и здорово помогать своим мечникам которым те же самые курганные духи и не дают сбежать кроме этого жив светлый маг за империю и умирает генерал имперский и так обменялись смертью генералов противники но посмотрите живые еще на летчики отрабатывают они пони топырям думаю что это прям настолько необходимо ну пусть они догонят они сами сольются и так кастует маг и очень здорово неплохо так кастует похищение души на светлого мага но что-то как-то слабовато он просаживается хотя нет длительное заклинание да и атакует атакует вампирша светлого мага то время как вампиры здесь посмотрите как они здорово разгоняют и рицари на демигрифов и копейщиков разгоняют а проклятые ниты пыри так прям вообще красавцы да у них же это что там на нет нету у них пардон попугали они здесь налетчиков но жив светлый маг один отряд на грани распада курганных духов уже начался у них распад минусовая мораль ну и проклятые нетопыри пытаются атаковать здесь рыцари на демигрифах да давайте посмотрим как вообще это дело выглядит и бегут бегут курганные духи пытаются они да здесь нетопыри больше конечно же как помеха помеха рыцарям на демигрифах попытаться расправиться вот с этими курганными духами и так умирают остатки ужасов и склепа демигрифов практически полный отряд который уже нарубил более чем достаточно но и стоит империя не хочет она сдаваться никоим образом вампир отвел вампир да смотрите за светлым магом бежит совершенно напрасно все-таки нужно было оставлять я не знаю что там у нее с ветрами но сейчас она под обилкой смотрите вот первый значок до восстановления своих способностей и возможно здесь она бы была более полезна нежели вот в погоне за светлым магом поскольку все-таки и демигрифы здесь у хаоспланта остались и рыцари на демигрифах еще один от отряд алибарды понятно нетопыри пытаются приостановить это продвижение но ничего не получается и сейчас что у нас копейщики до движутся вот сюда на помощь своим ребятам вспоминает еще про один отряд копейщиков у нас про один и про второй хаосплант и демигрифами своими все-таки добивает он курганных духов да хотя что здесь прожимаются какие-то обилки я так понимаю вампиром да на устрашение прежде всего прожата обилка но демигрифы не те товарищи чтобы так уж прям сильно испугаться и разбежаться ну что ж посмотрите все таки очень упорный бой несмотря на ну для меня на первый взгляд тут был это спорный состав за вампиров тем не менее очень здорово контролить свои войска морд такой классический тотал воровский раш в его исполнении мы видели ну и понятно здесь вампирам уже бедолагам просто неким уже неким убивать все это количество пехоты ветра магии я так понимаю вампиров кончились и вот они схлапываются отряды один за другим получают они мощный этот свой урон из-за распада вампиру уже не взлететь здесь разумеется пытается что-то вампиреса здесь атаковать но очень у нее это получается слабовато тем более догоняют демигрифы сзади посмотрите как сзади догнали они ее бедолажку и замигала она испугалась и решила покинуть поле боя ну очень здорово да что посмотрите до конца не бежит и только вот сейчас начинается распад у мага вампиров ну что ж очень упорный бой интересно ну а что тут у нас вообще цифры вот эти анализировать конечно же за здесь вархаммере ну не знаю насколько как бы ужаса и склепа но однозначно маловато здорово сыграли проклятые нетупыри вот два отряда замечательно просто курганные духи один отряд классно сыграл упыри 160 феноменально ни разу такого результата за них еще я здесь не видел ну а здесь что демигриф и 156 63 ну не хилые показатели стрелкам не дал сыграть морт мечники выстояли столько сколько нужно но это с учетом что все-таки курганные духи то отряды не по 90 они там и явно не по 120 там что-то около 45 если я не ошибаюсь ну копейщики приняли на себя удар и набили ровно столько сколько нужно светлый маг здорово отработал генерал хорошо отработал карштайнам бедолаге не повезло и так это был первый бой поединка второй бой за вампиров теперь играет хаус план тоже такой интересный состав берет как интересный такой мясной и за зеленокожих играет у нас морт вот это кава ни о чем она все-таки доказал и стрелки вот эти вот как бы они там не были заюзаны никакой ожаг мясник там это уже там дальше итак за вампиров мы видим проклятых нетопырей в количестве двух по центру генерал фон карштайн вампиресса кроме этого бомжатские зомби в количестве четырех по центру и отличные стражи могил по центру в количестве четырех за этими зомби фланги у нас ну расстановка конечно товаровская классная посмотрите какие мощные рашевые фланги то есть правильно вот эти копейщики скелеты копейщики вам это идеальное дополнение для ужасов и склепа которые тоже в количестве двух расположены и как на левом так и на правом фланге армии вампиров за которую играет хаус план в турнире thunder and steel и так фланги орков представлены кавалерии четких пацанов орках на вепрях по моему это элитная кава или почти почти самая крутая кавалерия вообще вот ближнего боя за орков кроме этого центр представлен четкими пацанами орков к лишь четырех отличный выбор итак два стрелка стрелящий пацаны диких орков были на еще и вкачаны в две лычки не знаю не могу сказать да это берсерки да это стреляющие еще и так вам уже берсерки но не знаю посмотрим по итогам боя как они сыграют два черных орка ажак мясник в роли генерала и кто у нас здесь орочий шаман орочий шаман что у нас это я жак мясник с магией смерти а орочий шаман что там у него но посмотрим поздно промахнулся да промахнулся промахнулся хаос план ну то есть традиционная дуэль так вампирша летающая ну то есть воздух в данной ситуации за вампирами четыре летающих юнита есть честно вот скажу меня маленько бесит эта ситуация вот с этими дуэлями просто капец ну что ж такова механика или как говорит дэви нету механики поломанная механика нельзя не согласиться конечно же с этим и так ну ка чем чем же бьют то и попадают да попадают непонятно ну ка ну ка ну ка ну ка что это у нас похищение души бы ну кое как похищение души удалось хаос планту конечно же и здесь вот да вот этот классный выстрел достается магу вампиров да и похищение души очень здорово сработало на ну и не ждут орки правильно они делают что там увлекаться пытаются они рашить центр своими четкими пацанами но здесь стражи могил в одном числе не не удастся этого сделать так скажем сейчас вообще было бы здорово на месте хаоса вот так вот пару отрядов сюда перекинуть и все на этом сразу бы вот эта вся линия пехотной орков кончилась бы но она и так конечно же кончится здесь но принимает другое решение и начинает охват флангов с левого фланга начинает обход армии орков хаосплант ну а там продолжается эта дуэль все друг друга стреляют эти четверо сошлись выясняют у кого магия круче уж извините что но они пока не оказывают никакого влияния вот эти товарищи на общий ход боя никаких обилок они своим не дают здесь войскам да классно посмотрите скелеты копейщики входят просто напросто шикарно да шикарно вошли копейщики здесь так что у нас здесь врачи шаман что-то тут колду это выглядит здорово но по моему очень бесполезно поправьте меня если я не прав итак за ажагом мясником отправился фон корштайн при поддержке своих проклятых нетопырей и вампир здесь у нас наоборот у нас здесь генерал здесь а вампиреса улетела у нас да но пытается фокусить его вражеский генерал и получается это нет не получается чуть-чуть досталось но не проходит урон и сейчас умрет конечно же здесь орочий шаман ну и стрелячий пацаны орков то в общем-то сильно своей армии не помогли ужасы из склепа при поддержке этих компейщиков разобрались они с левым флангом орков интересно учетки от эти пацаны морков на вепрях посмотрим что они вообще покажут по итогам боя все-таки элитная ну пусть не элитная но до помогает своими этими пацанами здесь разобраться при поддержке черных орков гибнет генерал конечно уже но понятно погиб генерал зеленокожих на посмотрите как четкие пацаны орков того что она это зомби они убивали зомби стрелячие мне сыграли по итогу черные сыграли четкие пацаны можно сказать что и не сыграли они несмотря на такие результаты считаю что в этом бою этот отряд не сыграл кого вообще вся послевала вообще не надо брать кого ребят за орков нет у них кавалерии и быть ее не может что касается вампиров вампиры одержали победу в этом бою чуть чуть тут говорить и дуэль вот это вот там и копейщики эти зашли на левом фланге вампиров частично по каве зеленокожих стражи могил очень здорово просадили и стрелячих пацанов ужасы из клепа разобрались с черными орками что тут говорить фланги были завалены скажем так ну а теперь за орков играет у нас houseplant и за гномов играет mort тоже колесницы вот ну колесницы за орков еще как-то туда-сюда но ты контролить надо то есть должен быть очень высокий уровень контроля которым кстати houseplant и обладает и так состав орков на этот бой это дикие орки берсерки аналог берсерков по флангам в количестве четырех отрядов центр у нас представлен пацанами ну а что такая неплохая пехотка кроме этого это черные орки отличный выбор в количестве трех это две орочи колесницы с вепрями причем у нее такое то не самое дешевое так понимаю самые дешевые колеса и стрелячий пацаны орков опять посмотрим чем это перейдет в лесу шаман ночных гоблинов со своим вот этим вот замечательным заклинанием к сожалению забыл зеленым стреляет учима часть help ну и кто у нас тут пехота типа с тяжелыми секирами посмотрим что эта пехота покажет и так состав за 1 2 за гномов играет морд 344 грамма боя стоят они вплотную к долгобородом долгобороды отличный выбор в количестве четырех кроме этого генерал у нас кто это самый крутой походу генерал со всеми этими обилками ближнего боя ну не суть кроме этого вкачанные железоломы выбор железоломов я считаю как бы он оправдан тем более против орков но вкачаны они аж один каждый в три лычки не знаю ну и мстители до против орков вообще правильный выбор мстителей но видите ни в одном ни другом билде в предыдущем бою мы за уроков не наблюдали здесь арта троллейбойные торпеды великанов то не было торпедоносная пехота борьба с крупными целями но вот опять вот этот показатель низкой скорострельности конечно он для низких целей не вопрос но их нету этих дверни для крупных целей их здесь нету просто-напросто ну судя потому что бой быстро закончится наверное кто-то из игроков скажет да ну тебя начисто с твоей магией смерти нет у нас это ближнебойный который дьявол посмотрим зато шаманочный гоблин а все ветра магии его почему-то меня только на пробелии ребят видно все вот эти вот характеристики у других я видел что они есть может это где-то в скриптах прописывается не знаю итак пацаны бегут в атаку на долгобородов оооо колбасится тут кто-то у нас ну не знаю насколько удачные здорово входят колесницы здорово входит генерал ну вообще тут по тоталваровски все опять происходит черные орки просто фронтальный раш и опять обход с флангов посмотрите берсерки заходят с флангов ну это примерно как вати либо они по пехе зашли с флангов берсерки вот здесь они прям четко сейчас будут атаковать в тылы однозначно просто ну помогает гномьим войскам свой генерал по крайней мере пытается да вот он помочь здесь дисциплину и защиту им дает шикарную но как-то слабо это у него получается да посмотрите берсерки вот они заходят на железоломов эти дикие орки неистовство хороший урон колесницы мне интересно будет посмотреть сколько набьют колесницы все таки за бой ну то есть здесь идет избиение орков по факту ой пардон орками гномов и что тут у нас назойливая чесотка минус 22 урон оружие минус 34 урон ближнем бою что еще одна еще одна назойливая чесотка ну вот он и проламывает хаос плант этот фланг правый фланг гномов просто-напросто вообще он его убивает несмотря на то что здесь железоломы ну и стреляют стрелять пацаны в резерве еще но не в резерве маленько испугались отбежали пацаны и ковыляет этот дьявол шаман чтобы еще какой-нибудь там сифилис наслать на гноми войска ей богу переводчики забыл здесь пара урочи свою колесницу скорее всего хаос плант нету сейчас вспоминаете начинает ее протягивать одну и вторую ну то есть полностью завалены фланги конечно оказались у гномов этот фронтальный раш фронтальный удар урочими войсками по фронту по долгобородам по сути гномов он принес более чем высокие дивиденды и так долгобороды это все равно не послевали стояли для железоломов послевались стрелки послевались железные ящеры 37 как бы неплохо но если бы этот отряд наверно не стоил там кучу денег он скорее всего стоит много мстители стоят ого-го стоят практически не как железоломы ничего они не набили по итогу не ну как она они вот набили сколько вот способны эти товарищи ну вот мстители по крайней мере в ближнем бою набить эти были окружены и и о берсерками да вот дикими орками ничего не смогли показать стрелячий по пути стрелячий пацаны орков мы что-то настреляли нет это другие не те которые были в предыдущем бою колесницы здорово 7666 замечательный результат генерал 20 шаман понятно он свое отколдовал ну что ж вот такие вот результаты боя вот по крайней мере первый бой мне очень понравился огромные доставил неприятности хаус планту морд в первом бою поэтому я говорю good game и спасибо за внимание